Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. Сегодня у нас в гостях клирик Петропавловского собора, отец Николай Зинин. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Тему, которую мы с вами обсуждали до эфира, думали, о чем можно было бы поговорить, и набрели на очень интересную и одновременно соскользкую, потому что какого-то четкого видения этой темы нет. И ввиду того, что этого видения нет, в том числе и у наших сограждан очень много вопросов по этой теме, а тема патриотизма, тема отношения государства и церкви, власти и церкви, тема достаточно обширная и, наверное, самая злободневная на нынешний момент, особенно в стане либеральной настроенной части нашего общества. Постоянно какие-то претензии и к нам, и к религии в целом. Вот предлагаю поговорить об этом. Ну и мы традиционно с вами встречаемся несколько раз для того, чтобы тему максимально, насколько позволяет время передачи, обширно посмотреть, рассмотреть и проговорить. Поэтому анонсирую сразу же для наших телезрителей, что эта тема у нас будет темой трех встреч, включая сегодняшнюю трех передач. Мы постараемся поговорить с разных углов о ней и не обойти, в том числе и углы острые, чтобы тема действительно получилась такой многогранной. Ну и вот в первую очередь, наверное, говоря о взаимоотношении церкви и государства, говоря о патриотизме, нужно в определенных дефинициях разобраться. Ну и в первую очередь, есть ли для православного христианина понятие Отечества, которое он должен любить? Есть ли это понятие в Священном Писании? Есть ли понятие патриотизма? Ну, в Писании, в Богословии, вот. Потому что, опять же, очень много всякого рода течений, учений мы встречаем. Ну, в частности, например, одно из самых последних – это вот уранополитизм от слова «урану». Уран, да, небо, небесное гражданство, что, мол, нет у нас здесь Отечества, ничем мы здесь особо, ни к чему не должны быть привязаны. Вот. Вот для того, чтобы во всех этих вещах разобраться, давайте сначала расставим точки над «и». Ну да, для начала, я думаю, полезно будет нашим телезрителям несколько определиться в терминах, поскольку здесь у нас два смысловых основных поля сталкиваются – это государство и церковь. И, с одной стороны, казалось бы, что эти термины определены, но с богословской точки зрения не совсем корректно люди эти термины и границы им проводят. Ну, то, что касается границ государства, нам, в принципе, это все понятно. Вот есть Россия, есть Китай, есть Сирия, Ауджир и так далее. И разные народности, группируясь в течение веков, формировали границы между своими государствами. А вот то, что касается церкви, не всегда понятно даже богословам, потому что в первую очередь мы должны понимать, что церковь – это тело Христово. То есть это определение, которое дает нам Священное Писание, конкретно Новый Завет. В Новом Завете учение о церкви, как о теле Христово, наиболее полно раскрывает апостол Павел. В ряде своих посланий он несколько раз эту тему затрагивает и пытается раскрыть. И если мы будем смотреть на церковь не как на социальный институт, не как на какую-то часть гражданского общества, то это позволит нам какие-то моменты, я думаю, для себя более подробно объяснить. Потому что то, что касается, например, взаимодействия церкви и государства и при рассмотрении церкви как части гражданского общества и социального института, то тут, конечно, особо-то вопросов, может, и не возникает. Что вот есть у нас там наука, есть у нас религиозные какая-то составляющая, компоненты. И вот они должны в государство и для государства. Вот сейчас на стыке этих двух понятий как раз и рождаются крайности. Вот можно нашу первую программу, я думаю, посвятить крайним каким-то позициям. Одну из них вы уже озвучили. То есть вот уранополитизм. То есть учение о том, что я небесный гражданин, гражданин небесного царства. Оно, в принципе, тоже укоренено в священном писании. Но крайним его выражением, да, будет какая-то асоциальность, какая-то социальная враждебность, какая-то, может быть, замкнутость человека. Или абсолютная равнодушие. Да. Мы знаем примеры, когда группы религиозно-фанатично настроенных людей уходили куда-то там в леса, в поля, спасаясь от антихриста. И это мы не можем сказать, что эта церковь благословляет и так надо. И есть другая крайность. То есть в этой точке зрения мы видим до абсурда доведенную вот одну из идей священного писания. Что я гражданин небесного царства. О ней, я думаю, тоже стоит поговорить. Но пока... Ведут цитаты, что мы града небесного взыскуем. Что нет у нас здесь града, мы града небесного взыскуем. Там ряд, на самом деле, и в Евангелии, в словах самого Христа мы часто встречаем, что не копите себе сокровищ на земле, где пропадают, где они ржавеют, пропадают, их воруют. А копите сокровища на небе, где ни вор не приближается, и никакая порча не приближается, и это все ваше. То есть вот есть ряд моментов, на которых, конечно, эту позицию можно обосновать. Но мы говорим сейчас о изгибах, о перегибах, о фанатичном отношении, которое рождается вот из этих цитат. С другой стороны, мы можем сказать о другом таком, тоже не менее фанатичном настрое, когда церковь превращается в один из институтов общества, гражданского общества, институтов власти в том числе. И говорят, что только с этих позиций она и оправдывает свое существование, только для этого она и нужна, чтобы воспитывать добросовестных, порядочных граждан, которые будут во всем послушны государственному строю, которые будут во всем послушны и не будут проявлять недовольство какими-то фактами. И это тоже перегиб. То есть мы, превращая церковь, не заводя ее до статуса социального института, мы теряем вообще по сути понятие церкви. Оно перестает восприниматься человеком как тело Христово, оно перестает восприниматься как храм Божий. А апостол Павел говорит, что храм Божий – это вы. Поэтому моя точка зрения в том, что мы должны попробовать между этими двумя чудовищами, с целой Харибдой, провести линию своей мысли и избежать крайностей, и увидеть нужность и полезность этой точки зрения и противоположной. Ну, как вы уже сказали, и то, и другое можно обосновать, то есть сделать такую подложку из Священного Писания. То есть можно набрать ряд цитат для того, чтобы оправдать уранополитизм, можно набрать цитат из того же апостола Павла главным образом, там, скажем, всякая власть от Бога и так далее, и так далее, который будет служить подложкой под, ну, то, что сейчас называется ура-патриотизм. То есть когда действительно, как вы правильно сказали, церковь становится институтом воспитывающим, но воспитывающим не столько целостную гармоничную личность, сколько воспитывающую добропорядочного, послушного, законопослушного гражданина. Так вот, давайте тогда, ну, уж коли вы такой вектор задали, давайте разберемся с некоторыми цитатами тогда, да, то есть как их следует понимать для того, чтобы не уклониться ни в ту, ни в другую сторону. Ну, я думаю, может быть, начнем тогда с точки зрения, ну, вот, социального института, церковь как социального института. Да, вы уже озвучили эту цитату, наиболее, наверное, известную из Нового Завета, это слова апостола Павла, что всякая власть от Бога, повинуйтесь наставникам вашим, покоряйтесь им. Молитесь за них. Князь и начальник носит меч не просто так, он поставлен на это место от Бога, и, соответственно, если он наказывает, то наказывает злых, а если ты творишь добро, то тебе и бояться нечего. То есть, на самом деле, мы видим, что апостол Павел в ряде вот таких цитат пытается как-то, ну, возможно, выровнять тот уранополитизм, который, конечно, в его письмах и посланиях он преобладает, явно преобладает. То есть, здесь, я думаю, апостол Павел столкнулся уже вот в первом веке с такой проблемой, когда христианские общины, видимо, начали воспринимать себя абсолютно неотмирными и, соответственно, возникали какие-то конфликты глубокие. Ну, и в этих цитатах мы видим, что апостол Павел пытается христианам донести ту мысль, что социальное, как бы, устройство общества, в котором мы существуем, оно не случайно. То есть, оно тоже имеет некую пользу для общества, потому что не все христиане, потому что не все пока благую весть восприняли. И какие-то институты, там, социальные, карательные власти, да, там, исполнительные и так далее, они тоже имеют положительную функцию. Мы с вами, например, можем вспомнить такой исторический факт, когда князь Владимир, приняв крещение, отменяет на Руси смертную казнь. И, если я не ошибаюсь, это было первое государство в Европе, Киевская Русь, которая, как бы, на такие меры достаточно либеральные пошла. И что мы видим? Там, буквально через очень короткий промежуток времени, князь Владимир уговаривает возобновить смертную казнь, потому что разгул преступности стал просто чудовищной масштаба при нем. То есть, вот мы видим тут опять столкновение какой-то христианской максимы о том, что, ну, хорошая же вещь, отмена смертной казни, с незрелым отношением самого общества, которое далеко не все, конечно, христианское, к этой благой вести. И мы видим, как бы, отрицательные гибельные плоды, хотя, казалось бы, это же должно было послужить благу. Государство испытывает, как бы, и общество в целом испытывает какие-то муки. Вот этот баланс мы видим, да, уравновешивающий цитаты. И также мы можем, конечно, основу цитаты Священного Писания для этой точки зрения, для церкви как социального института, я думаю, будет составлять Ветхий Завет все-таки. Мы с вами знаем, там, ну и последние книги Ветхого Завета, книги Маковеев, история борьбы за захватчиками, там, израильского народа, и псалмы Давида. Я думаю, там широкий материал о том, что врагов надо побеждать, Господи, благослови наш бой вот здесь за святую землю, за свою родину. То есть вот, я думаю, такие глубинные отношения к родине, к отчизне, как к тому, что надо отвоевывать и завоевывать, оно коренится глубоко в Ветхом Завете. Вот она, земля обетованная, но эти народы, которые заселяют, вы должны их победить. То есть мы видим, как бы, в истории Ветхого Завета, иногда даже прямой, прямое указание Бога, чтобы эту войну вести. Прямое указание и благословение, и то, что я буду с вами, и буду вам помогать побеждать. И, соответственно, эта земля обетованная будет ваша. Ну и тогда, получается, встает вопрос, всякая ли война священна? Потому что, ну вот, это, наверное, один из главных запросов современного общества, вернее, не запросов, а определенной претензии, определенного такого вызова, что церковь здесь, на земле, которую, напомним, мы называем церковью воинствующей, да, то есть у нас есть церковь торжествующая, та, которая на небесах представлена святыми, уже как бы как некими победителями, вот. А есть церковь воинствующая, та, в которой мы пребываем. И вот многие говорят, а не слишком ли она воинствующая? А вообще против чего она должна воевать? Всякая ли война священна? Потому что, когда, например, ходят с транспарантами против еще не вышедшего фильма «Матильда», и такая развернутая мощная пиар-акция, да, пиар-компания, и против, и за этого фильма, когда громятся какие-то, не знаю, музейные экспозиции, когда возмущенная толпа вбегает в театр во время какой-нибудь постановки, ну и так далее, и так далее. Да и когда оно, в принципе, на каком-то бытовом уровне даже бывает, да, то есть когда в одной, например, студенческой аудитории разгораются, не на шутку, споры между истово-православным и тем человеком, который не разделяет, вот, взглядов, да, не разделяет религиозного такого воззрения на мир, он там просто разворачивается не шуточной баталией. Всякая ли война тогда получается священна? Или же вот эти слова, о которых, которые произносил Павел, и которые мы читаем вообще в Священном Писании, как в Ветхом, так и в Новом Завете, они поняты просто неверно? Для того, чтобы нам... Ну вот, Священное Писание, на самом деле, один из сложных вопросов, потому что у меня такая интуиция, такое ощущение, что мы еще не выросли из Ветхого Завета. Или откатились к нему? Судя по тому, что происходит в обществе, судя по тому, что эти войны, какие-то вот локальные даже, вот войны за фильм Матильда, да, они в обществе... Не за, а против. Да, и против. Это неважно. Главное само желание повоевать. А за что это неважно, на самом деле? Вот. Они свидетельствуют о том, что сознание еще то, дохристианское. Да, или это откат, или это невырост в то, что принес Христос. И поэтому, находясь вот в том сознании, дохристианском, война, она, конечно, окрашивается каким-то всегда, зачастую окрашивается. И вот на примере этого фильма мы видим именно религиозный некий оттенок, да? А окрашивание, на самом деле, вот просто желание конфликтовать в социуме. Потому что я глубоко уверен, многие деятели церкви и искусства говорят об этом, что, ну, не посмотри ты и не скажи об этом, никто бы и не пошел на этот фильм. А вот развязав такую вот именно интригу, что... Я вот лично отношусь ровно. Есть этот фильм. Ну, дело даже в фильме. И если мы вернемся к ветхозаветной истории, то мое глубокое мнение, что она уже отошла. То есть мы в каких-то... Мы ее можем использовать как пример того, как можно вырасти, как некий путь для человека, который далек от священной истории, для человека, который далек от церкви. Как показать ему, помочь проследить тот путь, который прошло человечество, в лице израильского народа, в лице потом других народов, которые приняли благую весть. И привести его к благой вести. Потому что ни одной, ни одной цитаты в Новом Завете мы не найдем, которая бы нам говорила, иди и убей кого-нибудь. Иди и там сражайся, иди воинствуй, иди морты бей еретикам. Мы видим, что Христос, а жизнь христианина, она в уподоблении Христу заключается. Как апостол Павел пишет, что «имейте чувствования такие же, как и во Христе». По-моему, как-то я, может быть, цитату исказил. Или «подражайте мне, как я подражаю Христу». Или «брать, у нас должны быть чувствования, как во Христе». То есть ощущение восприятия мира, глазами какими смотрит Бог на этот мир. И здесь опять вот мы две крайности рассмотрели. Но на самом деле и в самом христианстве, и в самом священном писании эти полярности, они всегда есть. Как это ни удивительно. Вот мы смотрим на церковь, либо как часть общества, либо как вообще небесную какую-то составляющую. И исходя из этих точек зрения, апостол Павел нам говорит, да, вот мы небесные. Апостол Иоанн Богослов говорит, «Братья, не любите мира и всего того, что в мире. Ибо все, что в мире, это похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. И это не от Бога. А все, что не от Бога, имеет конец и завершение. Как я могу любить Отечество, если апостол Иоанн Богослов мне говорит, «Не люби ничего, что в мире». А с другой стороны, тот же самый апостол, тот же самый Иоанн Богослов говорит в Евангелии, которое Господь через него людям дал, тот же самый апостол Иоанн Богослов говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Одинородного, чтобы этот мир жил за жизнь мира». Как один? И это наиболее парадоксально, что в одном человеке. И эта точка зрения, и полярная абсолютно. Поэтому я думаю, что здесь вся проблема в понимании контекста тех или иных слов. И как раз в нечуткости прочтения Священного Писания со стороны тех, кто эти цитаты так или иначе искажает, часто они это делают совершенно не по злой воле, то есть это не злонамеренно. Сейчас вот я подведу, и тогда мне можно взять там цепь, камень, я пойду громить, бомбить и так далее. Отсутствует чуткость слуха. А чуткость слуха нужна для того, даже не то, чтобы слышать, а чтобы вообще раз слышать и уметь откликнуться на этот зов. Так вот, на мой взгляд, вот эта вот идея того, с чего вы начали, что церковь — это тело Христова, и вообще, если обратиться к греческому термину «церковь и колесия», обычно мы его переводим как «собрание», но там имеются некоторые лингвистические нюансы. Вот этот вот первый предлог, как назовем, не знаю, «эк», он пишется и употребляется в значении выборки. То есть вы выбраны из мира. Это те, кто вышли из ряда вон, как пел Виктор Робертович. Можно тогда «собранные», да? Да, то есть собранные Богом, да, то есть выбранные. У Кураева в свое время, отца Андрея, у него была интересная на эту тему аналогия. Он говорит, был какой-то фантастический роман, я сейчас его не вспомню, но смысл такой, что все народы, вернее, инопланетяне спустились, фантастический такой, антиутопия, некие инопланетяне спустились и научили телепатии людей. И понятное дело, что если ты умеешь читать мысли, то есть вот эти телепаты, они пробрались к власти, они стали самыми могущественными, потому что они умели угадывать желания начальствующих. И вот когда они встретились на каком-то саммите, условно говоря, телепаты, да, то есть все политики приехали, вдруг они начали читать мысли друг друга и поняли, что и этот телепат, и тот телепат. И у них возникло желание создать некую школу телепатов, то есть объединить всех тех, кто еще как бы о своих способностях не знает. Тогда они в университете, но сказать об этом вслух нельзя, нельзя себя обнаружить. Тогда они в университетах делали следующим образом. Садился в какой-то кабинет человек, и он посылал сигнал, что вот пройдите, скажем, в какую-то аудиторию, вот, для встречи там с тем-то и с тем-то. И когда студенты, которые расслышали этот голос в себе, они думали, что они слышат какой-то транслятор или радио, и они шли туда, их тут же, соответственно, вязали. Вот Кураев говорит, что вот это очень похоже на то, что делает Христос. То есть обращение Бога идет ко всем, но только те, кто умеют расслышать то, о чем он говорит, те, кто из ряда вон выходит, он их как бы собирает в церковь. Экклесия — это такая выборка людей. У нас осталось буквально две минуты до конца нашей сегодняшней передачи. Я бы вот хотел резюмировать все-таки, потому что у меня есть ощущение, что не совсем наши телезрители могут нас понять. Услышали, что есть полярность, но не поняли, как с этой полярностью быть. Я думаю, что да, это будет неплохим переходом в следующую нашу программу. Мы можем остановиться на том, что есть один из полюсов ассоциировать церковь только или лишь с социальным институтом. И я думаю, мы начнем, может быть, следующую программу с того, чтобы подробнее описать, какие плюсы этого взгляда и минусы. И вторая полярность — это ассоциировать церковь только лишь с небом. И, соответственно, тоже можно разобрать, какие от этого плюсы и минусы. Ну и царский путь, середина, ток, чем должен двигаться наш ум, я думаю, он как раз вот, увидев эти полярности, вот у меня в голове такой образ, как помните на урок физики, такие шары, между которыми может пройти искра. Вот и эта мысль есть в церкви, и эта мысль есть в церкви. А вот чтобы они генерировали что-то, ток, надо, чтобы они оба были, не выкидывая ничего. Хорошо, отец Николай, так и поступим. Ну а с вами, дорогие друзья, мы прощаемся до следующего вторника. Присоединяйтесь к нашему диалогу для того, чтобы разобраться в смысле патриотизма. До свидания, храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова